Я всех приветствую, я Дмитрий Данилов, и в этом видео я поделюсь своими мыслями, находками, соображениями в отношении того, что я назвал валенсийской идентичностью. Мы поговорим о разных составляющих духа города и о тех символах, которые наполняет этот дух. Я заметил такую штуку, что многие, кто посещает город в качестве туриста или там многие йоговские семинары, которые проходят в городе, туда приезжает много наших ребят, некоторые проживающие люди в Валенсии не замечают очень важных элементов, из которых состоит валенсийская идентичность, дух города. И если эти моменты о них не знать, то возникает, конечно, какое-то ощущение, что что-то упускается. В Валенсии это чувство есть. Вы можете побывать на пляже, вы можете посмотреть исторические здания, вы даже можете про них прочитать, какие-то очень интересные, такие, скажем так, возбуждающие фантазию, информацию какую-то, факты. Но всё равно, гуляя по Валенсии, всё время остаётся чувство, что что-то не проявлено, то есть оно как бы скрыто, как будто в городе есть некий заговор. Так вот, хотелось бы этим видео изменить ситуацию. И в том случае, если вы будете в городе Валенсия, то увидеть этот город более полно, в полной мере почувствовать дух этого города, увидеть картину целиком. И в том случае, даже если вы не приезжаете в город, и вы слушаете это где-то у себя в регионе, то я уверен, что то, что я здесь расскажу, позволит вам более глубоко взглянуть на ту культуру, на те архаические пласты, которые есть в вашей местной культуре, в том регионе, где вы живёте. И, конечно, для того, чтобы начать, нам нужно понять, вокруг чего построен мир валенсийцев. А чем, точнее, является ось мироздания, космогонии, если хотите, валенсийцев. Что есть этот Аксис Мундит? И, на мой взгляд, этой осью является праздник Лас-Файс. Отдельно мы поговорим о нём чуть позже, но причина, по которой нужно учесть именно этот праздник, для того, чтобы понять дух города, таково... Потому что каждый валенсийец так или иначе имеет этот праздник в виду. По статистике, 45% валенсийцев по статистике считают этот праздник подлинным представлением Валенсии. И это очень много. То есть, это именно для самих статистика, проведённая среди жителей города. А помимо этого, 18% считают этот праздник способствующим духу добрососедства. А 16% считают это просто приятным времяпровождением необходимым горожанам. Поэтому, как вы понимаете, такое впечатление, что это основное явление в городе. То есть, для валенсийцев нетуристов. Многие туристы приезжают на этот праздник, как из других стран, так и из Испании. Но для самих валенсийцев это очень значимый праздник. И это ключевое событие года для местных жителей. Валенсия город очень традиционный. И если вы спросите любого горожанина, любого валенсийца, он вам подтвердит, что этот праздник очень значимый для всех жителей города. Да, есть много местных жителей, которые устают от этого праздника и специально на время празднования выезжают из города и куда-то едут путешествовать. Но даже они все равно понимают и осознают, что этот праздник является ключевым событием года, который никак не обойдешь и его невозможно отменить. Это, в общем-то, пытались сделать неоднократно, но до сих пор никому не удалось этот праздник закрыть. В подтверждение твоей мысли приведу пример одной беседы, которая у меня состоялась с юной валенсийкой. И она мне сказала на мой вопрос о том, когда я уже занимался этой темой, мне было интересно порасспрашивать местных жителей. И вот она мне ответила очень интересно. Она мне сказала, что для Валенсии это... В Валенсии есть два Рождества, дословно она сказала. И главное, это Лас-Фаэс. Спросите любого, она сказала. Но тут вопрос в другом, что... Ну, понимаете, что такое для католической страны, чем является Рождество? Это одно из ключевых событий года. Но в Валенсии это не так. То есть, действительно, празднование Рождества это такой семейный праздник, значимый, безусловно. Но, когда приходит Лас-Фаэс, то есть, если вы побудете в городе на Рождество, и вы побудете в городе на Лас-Фаэс, вы поймёте разницу, вы поймёте, как преображается город. То есть, это просто вулкан, это взрыв. Какой-то лавы, этого духа, который взрывается, вырывается из подземелья, и весь город гудит, когда празднуется Лас-Фаэс. Поэтому я бы точно готов подтвердить, что этот праздник очень значимый, и именно поэтому я записываю эту лекцию. И именно поэтому я хочу разобрать ключевые символы, ключевые ритуалы, которые есть в этом празднике. Ведь они не случайны, ведь это событие главное в городе. И для валенсийцев замечают они это, осознают это, знают ли они об этом или нет, неважно. Но оно является чем-то, что преобразует их мышление, что формирует их представление и окрашивает их мир в определённые цвета. Вот, собственно, когда я заявляю с темой валенсийской идентичности, я хочу эти цвета раскрыть. Я хочу показать, как эти фильтры окрашивают всё то, что мы видим в Валенсии. И как окрашено мировоззрение, мироощущение, наверное, правильно сказать, валенсийцев. Сразу скажу, что если вы не были на этом празднике, и, допустим, приехали в город несколько дней спустя, допустим, 22 марта, то вы даже не можете себе представить, насколько город будет спокоен, будут работать автобусы, весь транспорт, весь город будет почищен, будет абсолютно тихо, транкило, очень спокойно, расслаблено. И вы даже не заметите, у вас даже не будет возможности заподозрить, что только что, буквально несколько дней назад, город разрывало от этого буйства, этого вулканического прорыва, который вырывается из бездн валенсийской земли и зажигает всё в городе. Итак, этот праздник длится около трёх недель. Он проходит в марте. Начинается всё с пиротехники, заканчивается, в общем-то, тоже. Но есть ключевые события. Как-то? Во-первых, есть так называемые касали, то есть дома, можно назвать это клубами, в которых собираются валенсийцы. Их очень много, по городу практически на одной улице, может быть, их несколько, особенно на Русах, в историческом центре. И по городу проходят всё время группы людей в национальных, ну, точнее, в валенсийской традиционной одежде. Танцуют, рядом с ними двигаются музыканты, проходят с песнями, плясками. Есть на начальных этапах период, когда по городу ходят, опять же, эти касали большими группами и взрывают тарды, бьют их о землю. Проходят на районном уровне, в центре города. То есть это огромные салюты, фейерверки, может сказать, да, наверное, даже. Есть отдельные салюты, которые там проходят ночью, то есть это ярко и красиво, понятно каждому. А вот основная особенность именно валенсийских, так называемой, москлиты, это дневной фейерверк, когда нет визуально ничего, но с помощью звуков всё пространство гремит под определённую шумовую мелодию. Отдельно мы тоже поговорим, зачем это нужно, то есть какое архаическое, мифологическое, мифологические пласты затрагиваются благодаря именно этой составляющей. В городе выставляет каждый касаль по конструкции пая, состоящий из множества кукол-нинот, и это действительно произведение искусства, это многоэтажное, то есть на уровне домов, 5-6 этажей конструкции, которые стоят прямо посреди города, прямо на перекрёстках, и которые в конце фаес поджигаются практически одновременно, то есть весь город в огнях, пожарники тушат деревья, дома, в общем, это невероятно круто и ярко. Помимо этого, есть подношение цветов Деви Марии на площади Лаверген, и мы поговорим и о христианской составляющей этой ходы, и о более древней архаической составляющей, и почему площадь Лаверген, собственно. Ну и, наверное, вот если так кратко, то это всё, что касается праздника. А точнее того, из чего состоит этот праздник, и нам ещё предстоит деконструировать каждую составляющую описания, и разобраться, почему это так, и к чему коннотирует каждый ритуал. Крайне важно уяснить, что сам праздник Лас-Фая происходит, ну как происходит, создаётся самими жителями для самих себя. То есть, даже когда Лас-Фая заканчивается, жизнь в касалях идёт, куклы создаются, планируются, есть бюджеты огромные, то есть, каждая Фая, это около 300, ну то есть, не каждая, но есть такие экземпляры, которые доходят стоимостью до 300 тысяч евро. То есть, это мощнейшая организационная работа, которая делается сугубо самими местными жителями для самих себя. Итак, из чего же состоит, из каких символов состоит праздник Лас-Фая? Для того, чтобы понять, из каких символов состоит этот праздник, то есть, какие ключевые образы формируют, собственно, ту идентичность, о которой мы будем говорить. Для того, чтобы их выявить, я предлагаю посмотреть на коллекцию плакатов, которые презентуют праздник ежегодно. То есть, каждый год приглашается художник, который сделает плакат года. И каждый год плакат новый, эта традиция довольно-таки старая, то есть, она идет еще из 20-х годов 20-го столетия. Ну и почему нам это важно? Потому что, благодаря просмотру этих плакатов, можно выявить ключевые фигуры, ключевые образы, ключевую цветовую гамму, и благодаря этому можно понять, собственно, сущность праздника, по крайней мере, с этого начать. Для желающих, кто хочет посмотреть все плакаты, можно заглянуть на сайт музея Лас-Файас, который есть в Валенсии, специально есть музей, который посвящен этому празднику. И на сайте вы можете увидеть все плакаты. Я приведу некоторые плакаты разных лет, например, так, чтобы вам было понятно, о чем идет речь, и с чем мы имеем дело. Вот, допустим, афиша праздника 1929 года. Вот, допустим, 1930, или вот 1936 год, 1976 год, 79, очень интересный показ с точки зрения нашего изучения. 1931 год, 1934-й. Тут на плакатах изображено очень много всего. И прежде чем окунуться в эти образы, давайте вычленим основные. И я предлагаю, ну, то есть, большинство, скажем так, все, так или иначе, плакаты отражают эту совокупность символов. Первый. Валенсийский флаг. Второй. Это мужской или женский образ. Или вместе. Так или иначе, мужской или женский образ играют вокруг этого костра. Далее. Сам костер. Огонь. Это ключевой образ, который представлен на всех плакатах. Так или иначе. Далее. Лорат пенат. То есть, летучая мышь. Это символ Валенсии. Мы отдельно поговорим о нем. Тотемический символ Валенсии. И еще несколько архитектурных строений, которые тоже обязательно нужно обсудить. Это первое, здание ратуши аюнтамента. Второе, Серанос, ворота Серанос и башня Мегелетта. Вот, собственно, эти символы мы обязаны обсудить для того, чтобы понять, проникнуть чуть глубже в мифологию и архаические пласты сознания валенсийцев. Все эти элементы складываются в единый целостный образ, который мы, собственно, будем разбирать ближе к концу этого века. Но, в любом случае, с этими образами идентифицируют так или иначе себя валенсийцы. Итак, сделаем деконструкцию каждого из этих образов, потом поговорим об исторических корнях каждого символа и потом попробуем подытожить весь этот материал. Итак, перейдем к первому символу. Первый это огонь. Это наиболее. Вокруг этого строится все в Валенсии, в том числе Лас-Файас, в том числе валенсийская идентичность опять же. И этот огонь он изображен на всех плакатах и это неотъемлемый атрибут Лас-Файас и собственно сам праздник несет в себе огненную этимологию, то есть Лас-Файас. Само слово файас образовано от латинского факс, то есть пламя, огонь, факел. но когда мы говорим файас, мы невольно узнаем знакомые нам из других европейских языков слова, то бишь английское файер, немецкое фоя, да собственно фейерверк отсюда же, фояверк, это германизм, да, поэтому наверное с этим символом довольно-таки понятно, но и огонь конечно же очень древний архаический символ, отдельно поговорим о немчемпурже. Второй знак это валенсийский флаг, для многих из тех, кто вырос в Советском Союзе или имеет отношение к нему или воспитывался теми, кто вырос в Советском Союзе, красный цвет, а на валенсийском флаге два, точнее три цвета, даже четыре, золотой, желтый, красный, алый и лазурный, голубой, то есть выглядит это как лазурный. Если мы разберем эти цвета, начнем с желтого и красного, точнее начнем мы даже с другого. Для постсоветского человека, представителя или носителя этой культуры, потому что многие уже родились не в Советском Союзе, но тем не менее будучи воспитанными родителями, которые прокачаны и пропитаны мифологии тех лет, могут ассоциировать красный цвет, точнее напишите пожалуйста в комментариях с чем вас ассоциируется красный цвет, то есть что репрезентирует этот цвет на стяге государства. Ну и пожалуйста если будете писать, я очень буду вам благодарен если вы напишите так чисто для статистики и любопытства, я думаю вам будет интересно почитать и написать, для большинства представителей ментальности постсоветской красный цвет на стяге государства или города представляет кровь. Так воспитывали нас скажем так последователи дедушки Ленина. Но в Валенсии этот цвет алый он представляет совершенно другие явления и нетрудно догадаться какие. То есть если мы посмотрим на плакаты разных плакатов разных лет, то мы поймем, что желтый и красный переплетаются в язычки пламени. То есть когда валентьиец смотрит на флаг Валентии, на желтый и красный и этих цветов очень много в городе, он видит собственно играющий огонь, он видит эти язычки, он видит это явление, а они совершенно не кровь. И чтобы доказать свою мысль, я покажу несколько плакатов, которые представляют эту идею. например, плакат 1930 года вот такой, плакат 1934 года, тут видно, как флаг превращается в пылающий факел из язычков пламени снизу, тут и вот 1940 год, в флаге расположены фрактальное изображение пылающего желто-алого пламени, ну и допустим плакат 1968 года, совсем для тех, кто на бронепоезде, здесь очевидно, с чем связан, что представляет алый и желтый. А вот что касается голубого цвета, здесь тоже интересно, вы наверняка скажете, тут же есть еще и голубой, или если быть более точным, то это лазурный. Что же означает он? Я расспрашивал экспатов, совершенно из разных стран, и практически все говорят о том, что скорее всего это означает этот цвет волны, этот цвет Средиземного моря, на берегу которого расположена Валенсия. Но есть нюансы. Валенсия не морской город исторический, это город речной. И исторический город расположен был на острове, который со всех сторон был обтекаем рекой, которую позже в римские времена назвали Тури. И Валенсия стала тем городом, которым она является, именно благодаря этой реке. то есть ее плодородие опирается на эту реку. И рисовые поля, и апельсиновые сады, мандариновые в том числе, да, и все это многообразие вкуснейших продуктов, которые растет на этой земле, происходит благодаря этой реке. В том числе река, ну вообще-то город никогда не стоял у моря. Сам город исторически был здесь, вот в районе исторического центра. Даже популярный город, популярный район Русафа, это переводится с арабского как сады, то есть это уже территория, которая находилась за пределами города. Собственно, по реке можно было, когда река разливалась, выйти в море, и пираты какие-то, которые атаковали город, и суда, благодаря которым проходила торговля, все это происходило благодаря той реке, которая, скажем так, все это благодаря реке. и поэтому сам голубой цвет это цвет реки, которая течет с хребтов, которые находятся на западе города Валенсии. Поэтому, когда валенсиец смотрит на флаг города, он видит именно это, он видит реку Турия, которая так значима для горожан, если вы поговорите с местными жителями, особенно с людьми пожилого века, да, сейчас Турия вышла за пределы города, но они до сих пор, когда говорят о парке Турия, они, допустим, если вы спросите, я знаю, что когда говоришь с пожилыми людьми, допустим, о встрече у парка Турия, они говорят встретимся у реки, то есть до сих пор это как река является очень важным символом для такой валенсийской прошивки, и конечно же тут вообще абсолютно без крови, какой-то там из этих всех коммунистических штучек. Третий и очень важный элемент праздника это собственно образ мужчины и женщины, то есть я бы сказал образ мужскости и женскости, да, сейчас многое меняется и отдельно стоит поговорить об этом, но традиционно все равно есть некоторый задел символический, который собственно нужно деконструировать и понять. Если вы пройдете по городу или посмотрите на плакаты период Лас-Файс или вообще прогуляйтесь в выходной день по городу Валенсия в историческом центре, скорее всего вы увидите множество людей одетых в национальную валенсийскую одежду. и на плакатах мы тоже это видим и мы видим, что мужской образ он окрашен как и женский в определенные цвета, что тоже является для нас подсказкой к эмоциям, к эмоциональному окрасу того иного образа. Мужчины как правило окрашены в красный цвет, они идут как бы вместе с огнем с этим символом вместе, они либо горят, они либо окрашены в красный цвет, можно увидеть как бы даже одежда пылает на некоторых плакатах, в отличие от женщин, которые в большинстве случаев да, есть исключение, потому что есть плакаты неофициальные, скажем так, где женщина может быть в красном облике, но как правило традиционные плакаты и такие ключевые плакаты ну скажем так годовой плакат содержит в большинстве своем именно окрас голубым женщин. Иногда некоторые плакаты это женский образ, который смотрит на огонь, то есть мы видим, что женщина окрашена голубым, но смотря на огонь, она как бы лицезреет его немножечко сверху сейчас я покажу плакаты и ее облик тоже окрашивается но видно, что этот окрас он только со стороны огня то есть получается, что мы постоянно взаимодействие голубого и красного неважно это флаг неважно это огонь и река это флаг где там пламя и голубой цвет неважно это мужской женский образ где мы видим мужчину более огненный красный образ и женщину голубом то есть такое противопоставление опять же мы как бы везде это видим ну и мы понимаем что таким образом окрашивается и представление о женскости и о мужскости где мужчина это такой образ более тот которым ассоциируется огонь то есть где-то проактивный такой может быть более агрессивный да и женщина в голубом то есть ближе к состояниям реки темного ночного неба до луны то есть образ более спокойный более глубокий такое состояние такой размеренности то есть вот два таких символических противостояния которые уже начинают вырисовываться и с которыми отождествляются в общем-то жители города и сюда я покажу примеры допустим вот этой мушкасти о которой я говорю то есть это плакат 1945 года вот здесь 1935 года 1931 года 1942 ну и напоследок а да вот кстати давайте перейдем к женским образом тут у нас и 1976 год и 1957 и 1979 да кстати очень важно сказать что оба образа не являются представлением именно конкретного мужчины и женщины то есть мы видим по их состояниям особенно чем более старый плакат тем точнее это видно что мужчина он не совсем мужчина он как бы зачастую у мужчин длинные носы у мужчин может не хватать зубов не выть зуба он может гореть то есть мужчины они немножечко такие сковерканные они какие-то немножечко ущербные да в отличие от идеального такого образа женского который такой величественный он такой одухотворенный есть два две составляющие женского образа первый это такой одухотворенный женщина она как бы обволакивает город накрывает собою его то есть мы видим что это тоже не совсем конкретная женщина то есть мы видим здесь характеристики более такого мифического божественного начала женского как и мужчина как бы это не совсем конкретный мужчина Он такой больше подземный бог, который прорывается наружу вместе с огнем. То есть, это образ ближе, похожий на греческого бога Гефеста, который прорывается как-то из-под земли. Такой подземный бог. И вот второй архетип женский, который представлен тоже на плакатах, это, собственно, более старый плакат. Там, допустим, плакат 1929 года, где женская богиня больше выглядит в таком демоническом воплощении. Собственно, она как ведьма в таком темной мантии, в шляпе, в голубом ореоле, с таким зловредным оскалом. Образ тоже мифологически ближе к Бабе-Яге. Итак, мужской образ внешне более активный и согласован с подземным началом. А женский более пассивен, с голубым водяным началом. И мы опять видим амбивалентность. Ну, это я так подытоживаю кусочек, этот раздел. Мы видим эту амбивалентность. И мы видим амбивалентность как мужского и женского начала, так и синего и алого цвета. Так и огня и воды. Вот, собственно, мы видим, как начинает формироваться что-то более сложное, чем просто какой-то конкретный символ. Итак, следующим символом, который мы обсудим, это будет летучая мышь, Ларат Пенат, тотем города. Мы его можем увидеть и на гербе города, и на футбольном клубе, на символике футбольного клуба города. То есть, скажем так, это очень популярный и любимый жителями города символ. Откуда символ взялся, мы не знаем, но никто не знает. Есть миф о том, что летучая мышка села на шлем короля Арагонского Хайма Первого при победе над Маврами, при захвате города Валенсия. И оттуда якобы пошла, собственно, вся история с этим символом. Но я бы копнул глубже, на мой взгляд, так как символом города, то есть, не символом, а ключевым природным элементом, без которого развитие города просто было бы невозможно, это река, рекатурья, и какое-то мокрое животное для этого региона характерно. Ну, а дракон, змей, летучая мышь, вот все это очень близко и довольно-таки древний, это символ очень древней реки, змей, я имею в виду. Тем более, что на стенах города очень часто можно увидеть дракош, это можно сделать отдельный, наверное, такой прогулочный тур по городу и посмотреть на разных дракош, которых просто очень много, как на стенах города, так и на пресках главного собора, ну, то есть, в католической церкви. Поэтому я бы, ну, с очевидностью, нужна какая-то презентация, репрезентация реки в городе, и змей, как архаический символ реки, очень хорошо подходит на эту роль. Хотя, есть, помимо драконов, значит, этих милых дракош по всему городу, в церкви Святой Патриархии возле здания первого университета до сих пор хранится чучело огромного крокодила, который подарили городу, именно предполагая, что именно так выглядит тотем города. Ну, кстати, можно зайти в эту церковь, посмотрите, он расположен на стене вверху, над входными воротами. Что еще нужно сказать по этому случаю, по этому символу Лорат Пенат, так то, что, как правило, летучая мышка изображена тоже в голубом цвете. Есть несколько плакатов, где она изображена в красном, но, как правило, они не вставляют, да, вот они, что-то в них не так. Как правило, есть два плаката, где она в красном цвете, и выглядят они очень странно, и как-то даже мультяшно, я бы сказал, да, не архетипично. А вот есть, допустим, такой плакат, который я хочу вам показать, и он как раз, где мышка в голубом, и как раз этот шлем арагонский, все здесь, так сказать, в голубом и идеально показано. То есть, это, по сути, речной символ. Так, хорошо, двигаемся дальше. И последний символ, который нам нужно обсудить, это архитектурное строение города, которые изображены на плакатах. То есть, ключевые такие символы, с которыми, ну, такие топографические символы, да, привязаны к чему-то основательному, да, то есть, то, что стоит незыблемо, недвижимо. И тут нужно упомянуть два ключевых символа, ну, немножечко поговорить о третьем, который менее значим, но, так сказать, который нельзя не упомянуть. Итак, первое, наверное, самое важное, то, с чего начинается сам праздник Лос-Файс, это ворота Серанос. Именно с этих ворот начинается всё, и жители собираются у этих ворот, фейерверки, музыка, такое праздничное мероприятие, с которых начинается Лос-Файс. Будете в городе посетить, это очень ярко. Помимо, значит, ну, что ещё нужно сказать по поводу этих ворот, это ворота, которые стоят на реке. То есть, сейчас это можно до сих пор увидеть. Вы, если хотите, пересечь парк Турья, то есть, то место, где раньше было русло реки Турья. То есть, для того, чтобы попасть в город, самые главные ворота городские, это были ворота Серанос. И эти ворота являются и важными для жизни города, и исторически, и экономически, да, то есть, через них текла торговая жизнь. И эти ворота были королевскими, то есть, значит, свита выезжала в горы Серанос. И это было, отсюда начиналась дорога в Барселону. То есть, очень значимые ворота для жителей города. Есть фрески, где именно штурм города начинался тоже с этих ворот. То есть, при попытках завоевания города судно заходили в устье реки и атаковали город с этой стороны. Поэтому, ну и, в общем-то, город, как правило, стоял, ворота не поддавались натиску. И со всех сторон, если мы посмотрим на эти ворота, они выделяются. Хотя это были не единственные ворота города, но эти были ключевыми, так как они выходили на реку. Второй символ, который мы об этом говорим, это башня Мигелетте. Башня датируется XIV веком. Я вам покажу несколько плакатов, на которых эта башня показана. Это плакат 1931 года. Или вот плакат 1934 года. На изображениях она часто подается символически, как факел. И тут мы видим пересечение с Las Fires, да, потому что там Fires может уходить темологически к слову плакат. Извините, все уже перемешалось. Факел, да. Трум, тут перебивка, и мы вырезаем это, если что. Да, то есть плакат 1934 года. На изображениях она часто символически подается, как факел. И тут, конечно, во-первых, не нужно быть Фрейдом, чтобы понять фаллическую символику, которая фрактально подчеркивает и мужскость, да. И мы видим изображение мужчины, который обхватывает, да, висит на этой башне, да, как бы охватывает эту башню. И он мужчина с факелом, да, много очень мускулинности в плакате. И есть еще один важный нюанс, да, как связана башня с историей города, почему это значимо, как она связана с факелом, почему именно так ее изображают. Дело в том, что в средние века город, в городе была определенная система маяков, которая была выстроена от побережья до города. И благодаря ей в городе узнавали о возможной опасности с моря. И эта сеть факелов, которая зажигалась, оповещающая об опасности, заканчивалась, собственно, башнями Гилетта. То есть последний факел, который, собственно, показывал жителям городе о опасности, которая надвигается, это была башнями Гилетта. И, как вы понимаете, это очень важно для безопасности, для жизни горожан. И поэтому это строение стало играть очень значимую роль для городской жизни. И поэтому, скорее всего, она и отражена на плакатах и с факелом, и такой центровой фигурой является. Поэтому, опять же, возвращаясь именно к идентичности валенсийской, вот из этих строений, то есть, стоит мироздание, на них как бы стоит мироздание валенсийской космогонии. Я так говорю такими словами. Ну, в общем-то, если говорить проще, то для местных жителей эти строения являются какими-то ключевыми. Ну и напоследок скажу пару слов о мэрии, о здании аюнтамента. И, ну, конечно, в наши дни, ежедневно, в течение трех недель, возле здания аюнтамента проходит москлита. То есть, это шумовая такая громыхающая завеса, да. И жители собираются в обеденное время послушать, ну, поприсутствовать на этом мероприятии. Но, всего несколько плакат, даже один плакат, на котором представлено это здание. Дело в том, что само здание аюнтамента гораздо более позднее, чем упомянутые мной ворота Серанос и башня Мегилетта, средневековый, там, 14 века. И я думаю, что само аюнтамента еще просто не вошло... То есть, это гораздо более поздний период, это совсем другая архитектура. И все-таки более древние символы, они, как правило, более значимы, чем более поздние. Хорошо. И, наверное, вот теперь первая часть этого видео, этой лекции, или моих соображений, закончена. То есть, мы разобрали, то есть, мы взяли самое ключевое событие для валенсийской жизни, разобрали его на несколько ключевых символов и разобрали, собственно, каждый из этих символов более подробно. Итак, что же дальше, спросите вы? Мы разобрали каждый из символов, из которых состоит Лас-Файерс, но теперь, давайте заберем их вместе. То есть, каков сам праздник Лас-Файерс? Я быстренько еще раз опишу, собственно, совокупность событий, из которых состоит праздник. И потом мы попробуем посмотреть на архаические пласты каждого из этих элементов. Первое. Начинается все у ворот Серанос, фейерверк, так сказать, шум, музыка, гуляние. Потом я буду обобщать, да, то есть, я не все ритуалы опишу. Но следующим очень важным элементом является этап, когда по городу проходятся представители того или иного касаля, дома, домов или клубов, или социальных таких групп, которые идут и об землю, это называется Десперта, когда об землю бьют петарды, так называемые, бомбочки, бомба. Они довольно-таки большие, то есть, есть детские, совсем маленькие, которые малыши бьют об землю, но взрослые берут такие довольно большие петарды, и когда это взрывается об землю, происходит такой большой шум, да, и это проходит рано утром, то есть, это действительно пробуждение Десперта. Да, мы, вот здесь я еще, будьте со мной, я немножко, как бы, переношу некоторые обсуждения на потом, потому что мне нужно это все свести очень к логической структуре. Но сейчас запомните, да, вот это пробуждение, то есть, возникает вопрос, кого мы пробуждаем? Ну, в городе миф гласит, что, мол, город пробуждается, да, но все не так просто, да, то есть, это действительно очень вставлющее мероприятие, и по центру города проходят такие колонны, и по районам проходят местные Десперты, наверное, так можно просклонять. Это очень важное событие. Второе очень важное событие, это, собственно, выставление кукол на улице. Точнее, тут есть два этапа. Первый этап, это выставление больших конструкций, их начинают постепенно выстраивать. И вторая часть, это те куклы, из которых выстраивается, собственно, эта огромная конструкция. Часть из них, наиболее яркие, скажем так, проявления, или как сказать, ну, собственно, сами эти куклы, да, самые яркие из них выставляются в центре, ну, не в центре, а, скажем так, специально отведенном месте, да, в городе искусств и наук, и можно туда прийти и посмотреть на все разнообразие кукол в этом году. Потом эти куклы вернутся на улицы и досложатся в общие такие огромные конструкции, но одну из них, да, и потом их сожгут, но одну из них выберут как лучшую в этом году. И гуляя по городу, вы можете увидеть, по городу, а по вот этому месту, где представлены куклы, вы можете увидеть как раз некоторые тенденции, которые есть в этом году. То есть, допустим, мэр города очень часто представлен среди этих кукол, да, и у нас даже в йоговской тусовке родилась мысль, что, может быть, он доплачивает, потому что это очень хороший пиат. Он то, как бы, в виде Адама представлен с листиком, так сказать, в самом интересном месте, да, либо он там кого-то соблазняет и так далее. То есть, это хорошая реклама. С другой стороны, есть такие совсем зловещие куклы. В этом году, в 23-м году, да, вот год после начала войны, чуть больше, в Украине, это был Путин, и его было много, и он всегда такой зловещий, там, как бы, атомную бомбу взрывает, рядом Ким Чен Ир и так далее. Ну, вот я один пример покажу сейчас, да. То есть, мы можем увидеть самые разные фигуры, очень много эротических сцен, очень много романтических сцен, очень много политических сцен, то есть, всего много. Значит, лучшие куклы, лучшая кукла остаётся в музее Лос-Вайес, остальные возвращаются на улицы, где, собственно, их сжигают 19 марта. А вот одно событие, которое я ещё не проговорил, это москлета, ну, я частично об этом говорил, возле аюнтамента, возле мэрии, в районах, можно их увидеть, да, это огромные такие звенья, хлопушек, которые развешиваются, огораживается территория, потому что это действительно огнеопасно, и людей просят отойти в сторону. Это очень шумно, это очень громко, но это днём, то есть, это не фейерверк, который мы видим, к которому многие привыкли, но это шумное мероприятие, и, собственно, опять же, мы как-то понимаем, что мы что-то пробуждаем, да, вот в духе города, что, опять же, пока интрига. И что ещё нам нужно, да, вот по поводу, да, я, наверное, хотел сказать такой момент по поводу этих хлопушек, я не помню в каком году, но я читал, значит, соответствующее указание городское, что хлопушка не должна превышать какое-то количество килограмм пороха. Это, так как хлопушки постоянно увеличивались в размере, то есть, в какой-то момент они стали просто опасными, так как было соревнование между разными касалями, и, в общем-то, сейчас это очень строго регламентируется, да, как это должно проходить, какие нормы, правила безопасности и так далее. Ну что, и ещё одно событие, которое нужно упомянуть, и я здесь уже начну раскрывать архаические составляющие, это, собственно, мероприятие, когда за два дня до кремы, то есть сжигание фигур, на площади Лаверген устанавливается огромная конструкция, которая представляет собой статую Девы Марии с младенцем, и несколько дней подряд, без остановок, представители каждого касали несут цветы к этому строению. А, значит, их принимают, эти цветы, и ими дополняют эту деревянную конструкцию, то есть, в итоге появляется фигура Девы Марии с младенцем, полностью составленная из цветов. Но здесь очень интересный момент, на который я очень рекомендую вам обратить внимание. Ведь цветы несут к Турии, ну, можно сказать, к площади Лаверген, можно сказать, к Турии, да, то есть, собственно, Богу реки. И, как правило, передают цветы именно женщин. И тут очень интересное наблюдение. Ведь получается так, что цветы преподносятся не совсем Деве Марии, а цветы преподносятся, собственно, Турии. И можно увидеть, как цветы там складываются на главной площади. И вот здесь нам нужно узнать кое-какие нюансы из истории города. Итак, у нас возник вопрос о том, почему же, собственно, цветы дарят девушке. Почему площадь называется Лаверген? Да, понятно, христианство как бы накладывает какие-то более поздние, свои мифологические образы на суть архаического праздника. Но если копнуть глубже, то мы можем увидеть следующее. То есть, ну, во-первых, сам ритуал подношения цветов Деве Марии это довольно-таки позднее явление. То есть, это 40-е годы, по-моему, 20-го века. Тут интересно другое, что рядом с площадью Лаверген это действительно исторический центр города. И там есть, буквально за площадью, находится музей археологический. И в нем сохранились два колодца, в которые приносили жертвы. И туда бросали, в эти колодцы, жертвоприношения. Это колодцы и доримские. Один колодец доримский, другой колодец более поздний, уже был, значит, жертвоприношения приносились в римский период. То есть, что я хочу сказать. В древности к этой площади несли дары и делали жертвоприношения реке. И это очень для нас важно. Почему? Потому что теперь мостик проложу к девушкам, которые несут жертвоприношения. Заметьте, ведь что касается девушек, файер так называемых, они, каждый касаль, выбирает девушку года. Точнее, выбирает одну юную, совсем молоденькую девчонку и такую довольно-таки зрелую. Выбирают самую лучшую ежегодно. Потом выбирают из всех касаль, выбирают одну, которая представляет праздник. И вот этот процесс выбора самой красивой девушки года, ну, здесь мы можем какие-то романтические, конечно, наложить представление, что вот она там самая лучшая, как бы в духе там, какой-то там Miss Universe и всё такое. Но почему это делалось в древности? Дело в том, что для архаичных культур мы-то знаем, что выбор лучшего парня, там, самого красивого, да, или самой красивой девушки всегда был опосредован ритуальной составляющей, целью которой было принести эту молодую девушку или этого молодого красивого парня в жертву местным богам. В данном случае реке. И приношение девушки реке – это хорошо описанный ритуал, который был и в египетской культуре, и в славянской, и в германской. И, в общем-то, это довольно-таки хорошо описанный ритуал. То есть, исторически девушку приносили реке. Точнее, тут как бы вопрос, да, не как бы ужаснуться, о, Боже, какая как бы зловещая и дикая архаика. Но нужно понимать, что девушку не убивали, то есть, для мышления того времени это не выглядело как убийство. Девушку выдавали замуж за реку, да. Вот, собственно, наша Турия, которая стоит в центре Валенсии, да, вот, собственно, этому богу за него выдавали замуж, собственно, саму эту девушку, да. Именно поэтому её выбирали, именно поэтому самую лучшую, и именно поэтому женщина несла цветы именно на ту площадь, да. То есть, понятное дело, что и те колодцы, которые мы можем найти в музее, археологическом музее Валенсии, в центре, то есть, там человеческие жертвоприношения не найдено, да, но практически везде за то, что позже переросло в какие-то более такие, ну, в общем, скажем так, когда уже приносились животные в жертву, или там овощи, фрукты, исторические, в архаические времена приносились в жертву люди, и кровь пускалась именно их. Что здесь ещё интересного? Вот сам этот центр, он содержал в себе много водяных, скажем так, с одной стороны, коннотаций, с другой стороны... Ну, короче, этот центр был связан с водой. Даже сейчас, когда вы заходите в археологический музей, он сделан очень круто, потому что он находится на более низком слое, то есть, вы как бы опускаетесь вниз, а потолок сделан из стекла, поверх которого залита вода. То есть, когда вы заходите вовнутрь, первое, что вы увидите, это римские бани, которые тоже были в этом месте сделаны. Во-вторых, сейчас блики от воды, которая находится сверху, падают на римские эти бани, и мы продолжаем видеть этот водяной исторический центр Валенсии. Во-вторых, те самые колодцы, которые... Вот можно посмотреть видео. Которые тоже расположены в этом же месте. Следующее, это нимфиари. То есть, действительно, было место поклонения нимфам уже в римские времена. И мы знаем, что нимфы были не только женского рода, а и мужского. И им тоже приносились жертвы. То есть, этот центр в разные периоды продолжал воспроизводить водяную составляющую. То есть, действительно, вода играла значимую роль в Валенсии, и она была неотъемлемым элементом валенсийского мироощущения. И эти идеи, они продолжают жить в сознании мифологическом, но все равно в сознании местных жителей. Так, ну что же, двигаемся дальше. И для понимания архаики праздника, нам нужно разобрать еще один очень важный аспект. Мы поговорили о женском начале и связи женского начала с рекой. Но теперь нам нужно понять мужское начало и связь мужского начала с огнем. Для того, чтобы разобрать этот аспект, нам нужно вспомнить, что Валенсийская земля очень плодородна. С запада ее охраняют, так сказать, от западных ветров, холодных ветров иверийского плоскогорья, так называемой месетты, горы. С юга дует теплый морской ветер со Средиземного моря, очень много пресной воды, жаркое солнце. То есть, идеальные условия для того, чтобы выращивать все различные сельскохозяйственные культуры. И сельскохозяйственный культ, как правило, связан с сезонностью. И сезонность предполагает, что дух плодородия, божество плодородия, оно отмирает на время зимы, но оно возрождается. Я говорю «оно», но тем не менее, Валенсия – это именно мужское благотвородие, которое нужно пробудить, чтобы он воскрес и проявил себя. И, собственно, мы увидели это плодородие в качестве растущего риса, растущих и цветущих апельсиновых деревьев и так далее. Ну, апельсин – это гораздо более позднее явление, которое принесли арабы. Это, собственно, и рис. Но земля, как вы понимаете, плодородная, и, собственно, вот эта составляющая, она довольно-таки древна. Поэтому после… Ну, зима в Валенсии все равно выражена, несмотря на то, что здесь в Валенсии зимой тепло. Тем не менее, лето, все-таки переход к этому этапу, он связан с Днем Весеннего Равноденствия, которому, собственно, и приурочен праздник Лас-Фаэс. И Лас-Фаэс, ну, на самом деле, еще начинается в феврале, когда по улицам города проходит Десперта. Я буду в единственном числе упоминать этот праздник, да, чтобы не склонять его. То есть, тот самый ритуал, когда жители города проходят и бьют петарды об землю. Это и в феврале происходит уже, по-моему, 24-26 февраля. И с первым мартом начинают происходить в 7 утра, в 7-15, в 7-30, в разных районах. Это можно увидеть. Когда местные жители как бы бьют об землю, чем они занимаются? Ну, с точки зрения архаики, не всегда валенсийцы об этом как бы знают, да. Но все равно этот ритуал вставляет, так как он древний и архаичный. Но не все жители как бы осознают всю глубину, да. То есть, обычно на каких-то порталах, сайтах, сами местные жители говорят, что это пробуждается сам город. Но пробуждается что в городе? Вот, собственно, этот дух плодородия, который воскресает. И, собственно, с этого начинается Лас-Вайас. Именно он пробуждается. И именно с этим духом плодородия, с огнем, с мужским образом, и связан... Да, мужской образ связан с духом плодородия. Конечно же, дух праздника, который привязан к огню, к пробуждению бога плодородия. Видны связи с другими подобными праздниками и с воскрешением других богов плодородия, таких как Атис, таких как Адонис. Да и, в общем-то, и христианство своей Пасхой воскрешает Христа. И мы знаем исторически, что привязка Пасхи к... Точнее, воскрешение Христа именно к весеннему равноденствию, это гораздо более позднее решение христианской церкви. Потому что, так или иначе, во всех культурах этот праздник присутствует. Поэтому, само по себе, вот это архаическое явление, это ритуалистика, это событие, оно действительно вставляет, потому что... Именно потому, что это некоторое универсалие архаичное. И, несмотря на то, что навряд ли на улице, если вы спросите валенсийца, понимает ли он это, скорее всего, нет. Но всем нам это событие, оно вставляет как-то, да, как-то нас возбуждает. Именно потому, что... Именно архаика на то и архаика, да, чтобы нас вставлять, да, как-то торкать за нашу глубину нутро мифологическое, невзирая на то, что, может быть, мы не понимаем всех составляющих этого праздника. Кстати, некоторые из вас могут задать вопрос, а как, собственно, обстоят дела со святым Иосифом? Ведь праздник... Везде пишут о том, что праздник связан с днём святого Иосифа. И вы, конечно же, будете правы, упомянув его, действительно, сейчас этот праздник связан с днём святого Иосифа, который является покровителем плотников и дровосеков. А потому, что он сам был таковым, да. Что здесь нужно знать? И тут тоже очень интересно. Во-первых, если мы посмотрим плакаты, нигде святого Иосифа нет. Ну, на некоторых, там где-то на фоне он может мелькать, там, особенно те, которые более, там, в сороковых годах плакатах. Но, скажем так, это не ключевое. И это не случайно, потому что, мы понимаем, христианство всё-таки гораздо более поздняя религия, чем вот эти архаичные пласты мифологии. Но, тем не менее, нет дыма без огня, и нет пояс без дерева, дров и без плотников. То есть, действительно, исторически плотники играли огромную роль в создании праздника, потому что фигуры делались из дерева. Они сейчас делаются из дерева, то есть, основная конструкция, хотя используются и более современные горючие материалы, из которых, собственно, делаются куклы. Тут, любопытно, что? Значит, действительно, праздник связывают с плотниками не случайно. Ведь, действительно, конструкция из дерева. Второй момент. Если вы помните плакаты, которые я показывал в начале видео, вы, наверное, вспомните, что у них очень часто, у мужского образа такая древесинная, что ли, природа. Они немножко угловатые. У некоторых из них такие буратинистые носы. То есть, действительно, какие-то тоже коннотации к дереву. Ну, я это связываю еще с более тоже архаическими пластами, в том числе и с культом плодородия. Ведь, действительно, и адонисиатис тоже были связаны. То есть, их ежегодно хоронили и воскрешали, хороня дерево, унося его в реку и так далее, возвращая обратно. Но, не буду усложнять, обращу лишь ваше внимание на то, что это еще не все связи с плотниками-дровосеками. Есть еще один нюанс, который именно валенсийским является. Исторический нюанс. Исторический, ну, задайтесь вопросом, откуда в городе появлялась древесида? Если вы задите себе этот вопрос и действительно посерчите, вы узнаете, что деревья поступали в город из гор валенсийских по реке Туре. Собственно, дровосеки рубили дрова и сплавляли их по реке. И, в общем-то, эти дрова поступали так к воротам Сераноса и дальше в город. Есть даже вот такое изображение дровосека с гарпуном для бревен под одним из мостов реки Туре. И вы видите, что этот дровосек одет ту самую одежду мужскую, которая сейчас характерна для мужчин, которые гуляют, танцуют на празднике Лас-Файс. Традиционная одежда. Такой интересный артефакт. Интересно и другое, что вот эти горы, этот спуск реки к городу проходит через ряд порогов. И само мероприятие, когда воды было много и по реке спускали эти дрова, оно было довольно-таки опасным. И эти мужчины, образ такого плотника, он должен был быть таким... Это моя версия, довольно-таки субъективная. Но если вы побываете в горах, в районе городка Чулия, недалеко от Валенсии, и прогуляетесь вдоль реки, вы заметите, что там очень сильно сужаются скалы. То есть, сейчас там воды очень мало, потому что построены плотины по реке. Но тогда плотин не было. И, собственно, там были очень мощные, особенно в весенний период, в этот период, когда происходит Лас-Файс, период, когда много воды, и действительно можно спустить брёвна по воде, было... Ну, в общем, это было очень опасное мероприятие. И поэтому образ дровосека, это не такое, знаете, как бы... Ну, как, наверное, для других культур, этот образ может быть как-то менее таким волевым, да, менее мускулинным. А в тот период это всё-таки было наоборот, как раз волевым и мускулинным. И здесь мы ещё видим один такой важный нюанс, что вот эта мускулинность традиционная, образ мужчины или мужской образ, мужскость, как таковая, валенсийская, она обладала вот этой такой специфической смелостью, да, дерзкой смелостью. И, ну, вот, видите, такое у нас, как бы, небольшое ответвление от темы, но, тем не менее, очень важный элемент, который тоже нужно иметь в виду для понимания общей картины валенсийскости, как таковой. Потому что на, ну, если вы гуляете по городу, неважно даже в Лос-Файс или нет, вы увидите мужчин в этой одежде, и, собственно, нужны были какие-то образы, на которые, собственно, ну, как, что такое мужчина в Валенсии? Это и вот дальше соответствующие цвета, эмоции, образы, да. И вот, собственно, мы все эти образы деконструировали и описали для того, чтобы понимать, собственно, а что такое маскулинность в этом городе. Сейчас мы перейдем к самой главной части обсуждения праздника. Это, собственно, сжигание самих фигур фая. Это, как я говорил, огромные конструкции, это очень красиво, это сложный материал, это сложная работа, творческая, техническая. Этим занимаются специальные люди, которые, есть отдельный регион в городе, Ciudad del Artista Fajero, где огромные складские помещения, на которых строятся эти фигуры. И я говорил о том, что некоторые из этих фигур стоят до 300 тысяч евро. Это, в общем, сложно, дорого. Тем не менее, так как это неотъемлемая часть города, в это вкладывается огромное количество усилий. И вот 19 марта, последнюю ночь в Лас-Файос, ночь Крема, так называемая, сжигаются эти фигуры, где-то с 8 до 11 вечера, в разной последовательности сжигаются фигуры. Это очень ярко. И здесь, конечно, мы видим более древнюю архаическую составляющую, которая связывает этот праздник с другими подобными, в том числе с Масленицей. И это не единственная связь. Действительно, там на Масленицу идут блины, во время Лас-Файос, особенно ближе к концу, вы сможете купить, везде по городу будут станции, где вы сможете купить буньюэллос. Это такие пончики круглые, большие, с дыркой, посыпающиеся сахаром, такое лакомство местное. Ну, тоже видно связь с женским началом, с переходом к весне. И, конечно же, мы тут видим то, на что завязан этот праздник, а именно на сжигание духа зимы, на сжигание духа смерти, можно сказать, по фрезеру. То есть, сжигается зима, наступает весна. Те дома, которые выставляют конструкции, исторически считалось, что сжигая вот эту конструкцию, то смерть, вместе с ней, как бы, смерть уходит, трагические события из дома уходят тоже вместе с сжиганием чучела. Но тут нужно иметь в виду, это тоже описано в разных исследованиях, связанных с историей культуры, что у многих народов сжигание чучела носило не только характер избавления от смерти зимы, трагических событий, но и несло в себе составляющую воспроизведения, составляющую оплодотворения. И, собственно, после того, как чучело выносилось и сжигалось, прутья, которыми помогали, которые были частью чучела, их могли использовать, возвращаясь обратно в село, в город, в дом, и ими могли, там, как-то касаться молодых женщин, скот, для его оплодотворения, для его, ну, скажем так, усиления его плодородной силы. На сжиганиях таких зарождалась жизнь. Люди, которые участвовали в самом сжигании, они, как бы, тоже насыщались этой плодовитой силой, этой энергией. Поэтому этот праздник, он не только носит характер избавления, сжигания, там, этой составляющей, но и функцией, значит, возрождения и наполнением плодородной силой. Итак, подытоживаю. Мы с вами поговорили о многих составляющих валенсийской идентичности, о всем том многообразии, символике, которая вложена в общую структуру, мифологию праздника Лас-Фая, с которым связана идентичность валенсийская. Хочется поблагодарить Валенсию и жителей города за то, что они сохранили и столь древний праздник для нас. И надеюсь, что многие из вас, теперь зная о всех этих составляющих, смогут по возможности, конечно, соприкоснуться с ними на самих празднованиях этого Лас-Фаяс в марте. Если нет, то, будучи в Валенсии, вы сможете дочувствовать, собственно, то, что протекает сквозь пальцы и остается незамеченным, теперь это дополнит общую картину города. Конечно же, все мной описаны символы, они как бы из разных традиций, из разных каких-то линий, но всё это, надеюсь, мне удалось создать более полную картину, в которой все эти составляющие дополняют друг к другу, как-то притираются, формируя некоторую единую картинку, некоторый единый нарратив, миф, в котором пребывают жители города, с которыми они сопряжены, и то, что является, собственно, частью их мироощущения, удалось раскрыть. Очень надеюсь, что у вас получится посетить сам праздник, очень надеюсь, что вам эта лекция была интересна, очень надеюсь, что, возможно, и на какие-то ваши празднования, которые есть в вашем регионе, тоже удастся посмотреть вам под новым углом, и буду рад комментариям по этому поводу под этим видео, буду рад, если поддержите это видео лайком или подпиской, но в целом очень рад, что вы слушали это видео, дослушали его до конца, и смотрели тоже, и, в общем, будем прощаться, спасибо за внимание, и до встречи на занятиях, семинарах, лекциях, всем пока, оставляю вас с видео огня, сжигания, собственно, одной из фигур, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok